Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И некоторое время назад в группе проводился опрос. Хотели бы вы видеть обзор на старый ржавый трактор, где я на серьёзных щах рассказываю о его достоинствах и недостатках. Видео выходят с небольшой задержкой, и вот подошла очередь и этого чудесного аппарата. Вообще, его можно найти только в одиночной игре. Самое частое место спавна данного трактора это дом возле маяка в районе горы Гордо, там где в 11 вечера призрак появляется. Называется он просто трактор и относится к классу служебные. Но купить его нельзя, точно так же, как и модифицировать в мастерской. Особенность этой техники в том, что играя за Майкла и пройдя задание незнания истины, можно получить уникальную разновидность этого трактора, без крыльев на задних колёсах и с особыми номерами. Но речь не о сюжетке, а об онлайне. Всё-таки он развивается и по сей день, а сюжетная кампания уже давно не поддерживается. Так вот, в онлайне трактор вырезали и просто так его не найти. В привычных местах он не спавнится и его получить можно только с помощью читов. Кстати, за помощь в организации съёмок я благодарю Рори. Итак, заветный трактор у нас и рядом стоящий с ним Стэнли трактор также находятся рядом в качестве техники для сравнения, чтобы ржавчина не мозолила вам глаза на протяжении всего ролика. И начнём по порядку с мощности. Простой рогободающий тест наглядно показывает, что несмотря на свой грозный вид, ржавый трактор гораздо слабее более современного аналога. Отсутствие мощности также сказывается и на подъёме в горку. Даже на небольшом уклоне трактор заметно теряет скорости. А если попытаться заехать на гору Челиад, то наше путешествие закончится ещё в начале, так что можно будет вернуть деньги за билеты. Что у одного трактора, что у другого, привод задний. Но мы этого не узнаем, потому что на месте они шлифовать напрочь отказываются. Да и полноприводных тракторов сто лет назад ещё не придумали. Мне было очень интересно наблюдать за светом фар и задних фонарей. Вообще всегда интересно то, что не видишь. Что фонари, что фары здесь отсутствуют в видимом нам свете. И даже при ярком солнце разглядеть их не получится. Также мы не сможем посмотреть, как здесь открываются двери и капот с багажником. Багажники и двери, потому что их здесь нет, а капот, потому что это не наш транспорт. И открывать дистанционно ржавые корыта не научились даже в GTA. И последнее, что мы не сможем посмотреть, это наличие тюнинга. Опять же по причине, что игра не понимает, какого фига здесь делает этот транспорт, который нельзя загнать в автомастерскую. С помощью читов у него можно поменять только цвет и колёса. Но колёса будут меняться только у человека, который этим читом пользуется. Остальные наблюдающие никаких изменений не заметят. Ну а теперь сравнение двух могучих пахарей земных. Вид от первого лица гораздо лучше у ржавой версии. Потому что что мы имеем у новой? Приборную панель, чтобы отслеживать скорость, это лишнее. Лобовое стекло и двери, это для слабаков. Крышу, это для слабаков. Радио и рацию, бутафорскую правда, это для неженок. Другое дело, нормальный брутальный трактор для бородатого мужика в комбезе. Радио нет. Вместо лобового стекла солнцезащитные очки. Руль не видно, чтобы на него не отвлекаться. Приборную панель тоже. Должна быть интрига, до скольки ты разогнался сегодня. Крышу заменяет панамка, чтобы солнечный удар не получить. А железное седло и колёса без резины, это отличная профилактика геморроя и лечения камней в почках. Кстати, отсутствие резины на колёсах, это несомненно плюс. В погоне от копов, вам абсолютно не страшны их ежи и стрельба по колёсам. Если новый трактор потеряет резину и управление с ней, то на рыжике вы как в бронепоезде. На своей волне и с мошками во рту. У обоих тракторов нет активной модели бензобака, той при стрельбе, по которой они бы взрывались. Обычно она располагается за задним левым колесом, но здесь над ней заморачиваться не стали. Обзор днища показал, что новый трактор, помимо рамы, мостов и привода, имеет два D-ти к стурку днища, обрезанную от автомобиля. Ничего необычного, а вот рыжик видно, что создавался с душой. Осмотр ходовки в полёте, когда к трактору были привязаны тысячи бутербродов маслом вниз, показал замечательный распил из двух орудийных пушек времён Первой мировой, которым прикрутили по паре ресорс гужевой повозки из Red Dead Redemption 2 и четыре шестерни разного диаметра с водяной мельницей. Одним словом, слепили из того, что было под рукой. Отдельного внимания заслуживает разрушаемость, поскольку из-за скорости передвижения догнать поезд не получится, воспользуемся старым добрым Ханжали. Метать трактора стволом танка это так же легко, как играть в бейсбол. Если научился один раз, уже не забудешь. Я думаю, что Рори получил гораздо больше эмоций при тестировании этого параметра. Чтобы сильно не затягивать видео, несколько минут тестирования в ролик не попали. В итоге, спустя 10 минут экзекуции, у трактора немного завалилось одно заднее и два передних колеса, помялась крыша и разбились окна. При этом он без проблем мог ездить и даже не дымился. Короче, разрушаемости здесь нет. Зато Рыжик это творение самого директора Rockstar. Без тракториста башня танка до него не дотягивается, но стоит ему сесть и понеслась. Через несколько ударов по неспокойной голове Рори и наездах на трактор, он загорелся. Пока принимались меры по отсрочке детонации двигателя, я снимал повреждения, которые здесь в разы сильнее, чем у новой версии. Все колеса настолько завалились, что трактор даже был не способен двигаться. Ну и остальные элементы кузова не остались нетронутыми. А вообще новый старый ржавый трактор, который был уже с годмодом, чтобы не взорваться раньше времени, повредился похожим образом. Только при этом его задние колеса еще могли крутиться. Правда, сцепления с дорогой не было, поэтому только на месте. Мы проверили, может такой трактор пригодится в хозяйстве, чтобы землю пахать или капусту шинковать. Но нет, жуткого вида агрегат никак не взаимодействовал с другим персонажем. И да, кстати, если постоянно раскачивать кузов и пытаться ехать, то в левой и правой мертвой точке у колес будет зацеп, и они начнут толкать трактор вперед. Так что в плане разрушаемости, рыжику этот параметр продумали гораздо лучше, чем современному аналогу. А в онлайн перекочевал именно современный. Что у одного трактора, что у другого, нормальная такая анимация нажатия на звуковой сигнал. Чтобы звук пошел, нужно вдавить кнопку в рулевую колонку, тогда будет эффект. Более современный трактор имеет возможность подцеплять сельхоз прицепы, например, сеном. У рыжика такой возможности нет. Ни стоги, ни трейлер ПВО он подцепить не может. Наверное, по причине отсутствия крепежного механизма. Самое, как по мне, главное преимущество рыжика, это звук попадания по нему пуль. Стреляя по-новому, мы слышим привычное нам пластикоотстреливание. Как и на всех автомобилях, в принципе, оказывается, должно быть вот так. Как будто обстреливаясь железного человека. Теперь всегда буду вспоминать настоящий звук стрельбы по металлу, а не вот эту вот пародию. Ну и какой же эксперимент без тестов скорости? Для начала это прямая по автостраде. Запускать гонку смысла не было, потому что по прямой можно и в свободной сессии проехать, тем более, что обогнать мы точно никого не сможем. Чтобы не утомить вас долгим прохождением этого участка, перемотая сразу к концу, 3 минуты 45 секунд потребовалось современнику, чтобы доехать до съезда с автострадой. А рыжик смог догнать его лишь спустя 40 секунд, когда секундомер показал время 4 минуты 25 секунд. Ну и еще бы, у рыжика максималка 35 миль в час, а у кабинного 45. Для примера, среднее время прохождения этого трека у суперкаров составляет всего одну минуту. Каскадерский трек мы пропустили по причине того, что трактора физически не смогут долететь до труб и подняться по ним. А для городского круга мы запустили режим гонки ГТА, отогнали машины назад, заспаунили трактора, и когда на секундомере прошла ровно 1 минута, стартовали. Городской круг мы приезжали именно в гонки, чтобы не мешали машины НПС, и потому что здесь уже стоит трамплин в конце круга, чтобы не объезжать все бетонное ограждение. Современный трактор не совсем прошел через ворота выезда ЖД путей на дорогу, и оба трактора не смогли нормально преодолеть то самое бетонное ограждение. Но оба финишировали. Современник со временем 4 минуты ровно, а рыжик за 4.31. Отнимем по минуте от каждого значения, и получаем результат, что трактора на этом треке всего лишь в 3 раза медленнее суперкаров. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать об этой важной для сельского хозяйства техники. Ни один, ни другой трактор нельзя сделать своим личным транспортным средством, если, конечно, Рокстар не выпустят обновление «Веселая фирма», где нужно будет устраивать гонки по более быстрому вспахиванию земли. Такого, конечно же, не будет. Покупает ли рыжик или современника за полную стоимость? Они не продаются, поэтому, конечно, нет. Хотя, если возле вас он каким-то волшебным образом вдруг появится, на нем можно будет пофаниться пару часов, ради разнообразия, конечно. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока.